Репетиция московского академического камерного хора под управлением Владимира Минина начинается с настоящей речевой разминки. Так вокалисты настраивают голос. И только после этого начинает звучать прекрасное многоголосие. Но этим, казалось бы, безупречным звуком маэстро недоволен. И он точно знает, как должно исполняться то или иное произведение. В звучании десятков бархатных голосов Владимир Николаевич сразу слышит малейшую фальшь. И как ему это удается. Для вокалистов Минина работа в его хоре – это экзамен каждый день в условиях конкуренции. Ошибок здесь не прощают. Поет соло тот, у кого лучше получается. И это открытый конкурс здесь происходит на глазах у всех. Так что тут я единственное сообразуюсь с чем мы только со своим вкусом. Требовательный подход обеспечил хору мировую известность. Коллектив выступал вместе с Ириной Архиповой и Зурабом Саткилавой. Участвовал в записи самой новой версии российского гимна и пел его на закрытии Олимпийских игр в Ванкувере. А в России Минин стал одним из первых российских дирижеров, который вывел русскую духовную музыку на большую концертную сцену. Вокалисты, образующие знаменитое многоголосье хора Минина, попали в оркестр из разных городов. Среди них Брянск, Магнитогорск, Одесса и Донецк. И у каждого из музыкантов своя удивительная история встречи с маэстро. Например, одна солистка пришла на прослушивание лишь поддержать свою подругу и даже не собиралась петь. Ну давайте, спойте что-нибудь. Она спела и я ахнул. Мы ее взяли, а та, кто пришла поступать, ее не взяли. И вот эта певица, она пела раньше в ресторанах. В ресторанах. А выросла в настоящую такую, знаете, певицу академического плана и сейчас поступила в аспирантуру по вокалу. Раз, два, три, четыре. У самого Минина в жизни была похожая ситуация. Еще в школьные годы судьба словно не давала ему выбора, указав на хоровое пение, как на единственный правильный путь. Я в ходе, видимо, настолько с таким энтузиазмом пел, увлеченно, что преподавательница музыки в школе сказала моей бабушке, отведите ее на мойку 20 в капеллу, где свершников набирает мальчиков в хоровое училище. Вот так были поставлены рельсы и по ним я катился. Дальше ясно, дальше ясно, дальше ясно. Я возьму теперь окончание. Годы репетиции позволили Владимиру Минину выработать свой профессиональный девиз. Вокальное пение должно быть осмысленным. Иными словами, исполнитель должен общаться со зрителем в певческой манере, пропуская все свои эмоции через сердце. И только тогда может появиться настоящая музыкальная гармония.